всем привет вы на канале папа швей сегодня мы вам расскажем о секретах идеальной строчки на трикотаже и других тканях основная и главная проблема в работе с трикотажем это пропуски стежков давайте разберемся почему швейная машина отказывается шить первое это большое игольное отверстие связи с тем что швейные машины сейчас бытовые многофункциональные выполняют зигзаги зигзаги могут доходить до семи миллиметров у нас большое игольное отверстие и посмотрите как у нас игла проходит через ткань и собственно за собой тянет саму ткань связи с этим носик челнока не успевает захватить петлю какое решение данной проблемы нам необходимо уменьшить игольное отверстие как таковое уменьшить мы его не можем но нам могут помочь аксессуары это сделать лапка для прямой строчки это первый вариант который имеет маленькое игольное отверстие и лучше удерживает ткань второй вариант это применение верхнего транспортера который у нас зажимает зубцами верхними и нижними ткань и не дает заходить собственно самой ткани глубоко в угольное отверстие и третий вариант это применение лапки для трикотажа которая своей подушечкой поджимает возле игольного отверстия и не дает опять-таки зайти ткани глубоко в угольное отверстие вторая причина пропуска стежка это неправильно подобранная игла поэтому если шьем трикотаж обязательно ставим иголочку для трикотажа и подбираем правильную ниточку а теперь вам отличный совет от папа швей если вы правильно подобрали ниточку иглу под вашу ткань начинаете шить а машина все равно делает пропуски попробуйте поменять иглу на более толстую так как желобок в игле будет больше вероятность того что носик челнока захватит петлю также возрастает значительно не рекомендовал бы шить на большой скорости зигзаг или декоративные строчки на трикотаже часто просто челночок не успевает схватить эту петельку поэтому придерживайтесь средней скорости третья проблема с которой можем столкнуться это заусенится на носике челночка проверьте аккуратненько вот так вот ногтем чтобы носик был гладенький а также проверьте игольную пластину наличие заусенец если они имеются их нужно над филечком алмазным зачистить и желательно шлифануть с пастой гоя если все вышеперечисленное вам не помогло и ваша машина пропускает стежки и шьет некачественно значит переходим к профессиональной настройке вашей швейной машины поехали в чем основная проблема петлеобразования это большое расстояние между иглой и носиком челнока а также неправильно настроена высота игловодителя прежде чем начать профессиональную настройку нам необходимо разобрать швейную машину ссылочку я вот оставляю мы это делали уже но некоторые модели можно и не разбирать в том числе это но мы ее разобрали чтобы показать вам полноценно как это делается и так с чего мы начнем первое что мы сделаем это выставим иглу центральное положение относительно игольной пластины делается это смещением рамки игловодителя как мы видим игла находится не по центру игольного отверстия для того чтобы это отрегулировать ослабляем вот этот винт и ослабляем вот этот винт теперь рамка игловодителя имеет люфт выставляем по центру вот как вы видите и затягиваем все это обратно чтобы подвинуть каретку челнока ближе к игле необходимо ослабить шестигранником вот здесь винт и вот здесь смещением каретки вот так вот регулируем зазор между иглой и носиком челнока чем меньше зазор между иглой и челночком вот вы видите его тем больше вероятность того что машина не будет пропускать для идеальной строчки зазор иглы между носиком челнока должен быть 0 3-0 6 миллиметра после того как отрегулировали зазор между иглой и челноком затягиваем наши шестигранники выставляем максимальный зигзаг и ставим так чтобы вот левый прокол у нас получился ослабляем вот этот винт шестигранником и теперь наша иголочка может ходить на левом проколе зигзага регулируем так высоту чтобы носик челнока заходил по верхнему краю лыски ну а по правому проколу будет подхватывать в нижней части лыски обратите внимание что при настройке игловодителя вверх вниз игла также поворачивается влево вправо поэтому обязательный момент чтобы игла своей лыской плоскостью подходила к носику челнока данный комплекс мероприятий позволит нам настроить швейную машину на идеальное качество стежка и не только трикотажных тканей но и обычный если вам понравился видосик поставьте нам лайк не пожалейте а мы для вас будем снимать дальше подписывайтесь на канал будем рады вас видеть до свидания до новых встреч пока